Всем привет! Меня зовут Егор, и это мой видеоблог. И я сегодня вам расскажу о командной работе. Командная работа. Почему она важна? И какой характер важнее в этом работе? Я бы сказал, что во время командной работы важны все характеры. Но есть один важный характер, о котором я бы хотел говорить. И если у вас вопрос, почему вы иногда меня не понимаете, ответ простой. Я армянин, и у меня пока русский язык так плохо говорит. Сегодня я буду говорить о характере гибкости. Что за такой характер? Почему он вам нужен? И как можно его приобрести с помощью каких тренировок? Есть такое правило. Если вы не измените сами, команда может заменить вас. Это очень просто. То есть, если вы не следуете целей, которые имеет команда, команда просто может уставать от вас, и просто сказать, пока ты больше нам не нужен. Конечно, можно какими-то способами в себе просто приобрести такой характер. Например, рано утром вставать, в 6 утра, например. Во время армии это было не так уж трудно. А когда ты возвращаешься с армии, это очень трудно. Или, там, ну, не опаздывать. Это тоже можно тренировать. Но когда у человека отсутствует характер гибкости, это очень проблематично. Очень-очень. Гибкие люди. Как их можно найти? Знаете, гибкие люди, они очень легко подаются к обучению. То есть, их легко поймать. Дети в школе не все хотят учиться. А те, которые хотят учиться, вот вам простой пример. Они очень гибкие. Еще один пример приведу. Если ты учишься, 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 и так ты поднимаешь свою квалификацию, тогда ты привозишь в пользу не только себе, то и твоей команде. Как это так? То есть, ты уже профессионал. А тот, который знает свою работу профессионально, это очень хорошо. Этим человеком могут гордиться все. Пожалуйста, найдите себе вуз или университет и учитесь. Учиться – это очень хороший характер. Это вам еще и учит быть гибким. Гибкие люди, они эмоционально защищены. То есть, когда приходят в их жизни какие-то изменения, они не боятся от этого. Им не дискомфортно, что там… То есть, гибкие люди, они эмоционально защищены. Они – креативчики. Они – творческие люди. Например, я сейчас что делаю? Я сейчас что-то творю. Я снимаю видеоблог, чтобы потом вам его показать. Это говорит, что я тоже гибкий человек. Гибкие люди – они творческие люди. Возраст человека определяется по его болезненной реакцией на новую идею. Мой совет. Когда вы чем-то недовольны, например, вы вошли в офис и стулья там неправильно ставлены, или вы вошли домой и что-то не убрано, никогда не задавайте вопрос, почему это не сделано. А будьте как гибкий человек. Задавайте такой вопрос. Что я могу делать, чтобы изменить эту ситуацию? Гибкие люди, они любят служить людям. И представьте себе, если ваша цель – служить команде, то у вас вообще не будет никакая проблема просто быть гибкой для этой команде. Во время этого видео я решил вам еще помочь. Как приобрести характер и гибкость? И чтобы вы приобрели этот характер, когда вы посмотрите этот видеоролик, пожалуйста, найдите тихую комнату такую, закрывайтесь и задавайте себя такими вопросами. Еще в этом видео я решил вам дать домашнее задание, чтобы развиваться дома. Как приобрести вот эти характеры, чтобы стать гибким? Вырабатывать привычку к обучению. Как это можно делать? Просто берете тетрадь и ручку, и в течение дня вы записываете все идеи, которые вы слушаете вокруг, и вечером просто обсуждайте, и так вы можете учиться очень к новому чему-то. Вам просто надо взяться за это. То есть всегда имейте под рукой ручку и тетрадь. Это вам поможет всегда учиться к чему-то новому. Вам надо заново оценить свою роль. Те вопросы, которые я для вас просто задавал, просто задавайте себя эти вопросы. Выходите за рамки привычного мышления. Не всегда делайте, как вообще, почему это не так делано, а как я могу это делать так, чтобы было по-другому. То есть помните всегда, не надо задавать вопрос, почему это не делано, а задавайте себе такой вопрос, что я могу делать так, чтобы это было делано по-другому. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, решите всегда необычные решения. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось и вы хотите подписываться на мой канал, обещаю, в будущем еще будут много таких интересных видеоблогов. Вы можете также ставить лайк. Если вам не понравилось, свободно напишите в комментариях, что вам не понравилось. Всего вам хорошего. Надеюсь, у вас будет отличный день, суперский день. И спасибо, что смотрели вот мой видеоблог. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok